Добрый день, уважаемые зрители! Соломатсызба, хорматты казақ бауырларымыз! Заман хайрлы олсын, дирлі богоусы, картышлерім! Истинармасыз хорматты жамағатын! Мы учились на кинемеханика, я рассказывал и еще готов. Не один раз по разным поводу рассказывать о том, как я грезил миром кино, как меня тянуло, поэтому судьба распорядилась, что я выучился на кинемеханика. И нам вот в качестве предисловий наши преподаватели, как сказать, поинтереснее, поделикатнее, внушали кино, несет добро, культуру. Как там в комедии королевы бензоколонки киномеханик на машине ездил, и ему кто-то сказал в шутку, как кино в массы, деньги в кассы. Вот. И всегда кассовый сбор, конечно, кассовый сбор, он всегда был желателен. Хотя, с одной стороны, ставили задачу перед мастерами кино, чтобы они воспитательного характера фильмы создавали. Да, и не всегда это удавалось, даже мастерам. И с самого начала хочу даже сообщить о том, что с самого начала эти фильмы, когда создавались, то где-то в 20-е годы молодая советская власть поняла, что это неплохой источник доходов. И вот в Екатеринбурге, когда я приезжаю в родной Свердловск, скажем, где учился на журфаке, я во многих на театрах побывал, и даже был стирик кинотеатр «Октябрь». Его взяли, переименовали при советской власти. Он назывался «Иллюзион». Потом вернули ему прежнее название. Мне даже довелось побывать там на киносеансе, где вот стерео был. Он даже назывался стереокинотеатр «Октябрь». Так что вот то, что сейчас там пытаются внушать, это далеко не новинка. И, в общем-то, нам, не буду говорить нам, что в этом. По совету преподавателей я на ВДНХ после окончания училища кинофикации видел там кинопанораму. А вот это вот давали очки, и люди тянули руки даже в зале. И у них впечатление создавалось, что вот-вот висит груша, как говорится, нельзя скушать. Так вот, молодая советская власть быстро раскусила, что вот эти вот кинофабрики доход приносить могут и воспитывать народ в духе идеалов, интернационализма, что ли. Да. И в 20-х годах, видно, в погоне за кассовым сбором даже переборщили, потому что вот я вот как сатирик-юморист в данном случае сейчас уже профессиональный, потому что у меня документы есть, публикации куча. И мои сатирические, юмористические материалы когда-то в Казани десятки лет назад удостоились золотого пера журналист Татарстана. Мне и собственную корреспонденту газеты Республики Татарстан. Двоим. Золотой пера, остальным, остальные под другими названиями премии. Так вот, в то время я вот собирал старинные журналы. Очень большой я был любитель книги. И вот у меня родственники, к сожалению, у нас много родственников. Иногда это не на пользу идет. В данном случае не пошло на пользу. Кто-то из них тупо стащил журналы «Бегемот», там «Смехачи» и прочие у меня были послереволюционные. Но я кое-что выписал и запомнил даже вот на память. Ночью разбудить я сразу некто озабоченный. Некто озабоченный тем, что очень много чернухи, вот это криминала на экранах. Тогда еще не было звуковое кино. Он написал следующие строки. А журнал опубликовал. Два удара, крик из губ. Перед нами теплый труп. Ленин нам сказал «Кино» воспитанием быть должно. А у нас оно грозит быть лишь школой для бандит. Но они опубликовали и не стали ничего писать там. Там еще, помню, другое, конечно, отношение мало имеет. Кто-то написал «Вот сижу в гостях, все рассказывают веселые истории, а я дурак дураком сижу». Ну и ему ответили, значит, несите смиренно крест свой, дескать. Вот журналисты все-таки молодцы. Профессионалы, мастера юмора были. И еще одно, позвольте, какая-то женщина написала «Если женщины восстанут, то мужчинам быть в плену». И ответ редакции там, в этой колонке – «Милая, не пужай на ночь». Вот, представляете? Ну, они боролись. Это как раз 20-е годы, НЭП, и они старались выпускать журналы на высоком профессиональном уровне. Государство не так финансировало, как они сами деньги зарабатывали на этом. Фильмы тоже, я так понял. НЭП как раз был разгар. НЭП. И старались все заработать. Вот, я специально начал с немножко, слегка интересного момента там. Королевы бензоколонки, культуру массы, кино, значит, культуру массы, да, кино массы, деньги в кассы. А собирался начать с чего? С того, что вот люди жалуются, почему так много чернухи, ой, криминала в кино. Но у нас преподаватели мудро отвечали. Я вот, прежде чем сказать о преподавателях, хотел бы сказать, что родственники у нас тоже, старшее поколение. Когда мама говорила, что лампочки выпускают такие некачественные, которые быстро сгорают, потому что иначе производство станет, это невыгодно государству. Мы посмеивались, а потом в университете нам как-то по экономике, или кто преподаватель? Преподаватель всерьез заявил, да, это действительно так. Если они будут, могут они вечно лампочки сделать, но тогда затоварятся склады, и, значит, товар не пойдет. Ну, как еще сказать, иначе вам. Вот, оказалось правдой. И много такого. Тетка как-то выражалась, я с усмешки принимал, как-нибудь отдельно, может быть. Мы же о кино говорим. И вот преподаватель. Мы спрашивали его, а почему там показывают секреты, раскрывают профессиональные. Вот, кстати, напротив нас управление внутренних дел полумиллионов города. И там задаются вопросы многие. И нас в университете на журфаке преподаватели спросили, почему в кино на криминальную тему, в художественных фильмах, подробно рассказывают, как расследуют преступления. Разве от этого вред не будет, несомненный? Дескать, ну, люди, только кто-то будет знать, как это надо действовать, чтобы, значит, не попасться. А он нам объяснил, что причина в том, что специально в фильмах показывают дотошность, все расследование, не боясь, что кто-то будет использовать в своих целях, чтобы доказать, что в любом случае, значит, наказание последует незамедлительно. Это как классика русское преступление, наказание, да? Вот здесь то же самое, чтобы наказание грядет. Это поэтому в фильмах подробнейше все показывают, чтобы внушить. Не стоит, дескать. Вот. Что еще сказать? Я вот начинаю тему раскрывать. И, к сожалению, у нас время заканчивается. Мне тут надо идти. В одно место я собрался на определенное время. Так что я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось и не безинтересно было выслушать. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Ходите в кино. Как Остап Бендер говорил, что он там про что говорил, разумный, добрый, вечно сеет. Я бы сказал про кино тоже. Если хорошие фильмы смотреть, умные, и делать вывод, как говорится, сказка ложь, а в ней намек, добрый, мол, самурок, то, конечно, фильмы воспитывает. Фильмы воспитывает. Этому свидетельству... Этому, может быть, свидетельству служит то, вот, например, человек Бульбара Капуцинов. Они посмотрели фильм, ну, это, конечно, преувеличено, посмотрели фильм, как все там себя ведут джентльменские, они начали это копировать. У нас, помнится, какой-то фильм был, на войне там в плену, они там консервную банку, палка, и сделали струны, и играл кто-то как на балалайке. И на второй день все ребята на нашем татарском краю сделали такие с консервных балок балалайки. И все, много очень повторялось. А возьмите фильм, немножко отвлекусь, фильм, возьмите, сериал Анискин и Ван Томас. Они же насмотрелись тогда фильмы, и поэтому, говорят, даже якобы по этой причине запретили. Вот. Так что фильмы воспитывают, и умный человек черпает оттуда разумный, добрый, вечный, а человек недалекий, конечно, чисто вот такие моменты, и все, эффекты какие-то зрелища. Все доброго, спасибо за внимание.